Расходы краевого бюджета в наступившем году увеличат. Поправки в закон подготовят по итогам исполнения бюджета региона за 2021 год. Оперативные итоги исполнения бюджета за прошлый год рассмотрели на заседании Комитета КЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям. Доходы около 150 миллионов рублей, расходы 143 миллиона. Такой профицит возник по нескольким причинам. Собственные доходы края оказались выше запланированных и из федерального бюджета дополнительно было выделено 13 миллионов рублей. А также остались целевые межбюджетные трансферы. Так, расходы на выплату зарплат работникам бюджетной сферы, оплату коммунальных услуг для бюджетных учреждений и социальные выплаты населению профинансированы полностью. 20 тысяч заявок поступило от жителей края на бесплатную газификацию домов. Собственники 73 тысяч домовладений в 125 населенных пунктах края могут воспользоваться бесплатным подведением газа до границы их земельных участков. Там уже есть газораспределительная инфраструктура. Напомним, эта программа стартовала в 2021 году. По информации Краевого Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, на сегодняшний день поступило свыше 20 тысяч таких заявок. Наибольшее их число подали жители Смоленского, Бийского, Калманского, Тольменского и Ребрихинского районов. Карантин для контактных с больными коронавирусом сокращен до 7 дней вместо 14. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета. Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила о росте заболеваемости в 83 регионах России. Она также сообщила, что максимальные показатели отмечаются среди подростков 15-17 лет и взрослых от 30 до 49 лет. Рост заболеваемости COVID-19 за последние две недели наблюдается преимущественно за счет, если говорить о структуре клинических форм, за счет рост респираторных вирусных заболеваний. Здесь рост в два раза. И бессимптомных форм здесь рост в 2,3 раза. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав в ближайшее время опубликует рекомендации по лечению бессимптомной или легкой формы COVID-19. Мы видим, что именно пациенты, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию, переносят, в том числе, если сталкиваются с новой коронавирусной инфекцией, в легкой или бессимптомной форме. Поскольку именно у таких пациентов возникает вопрос, как поступить, то медицинскими специалистами подготовлены рекомендации, как поступать в легкой форме или бессимптомной, которые сегодня мы опубликуем для наших граждан. 90 миллионов рублей, поступивших в Краевой фонд развития курортной инфраструктуры, направят на благоустройство Белокурихи. Одобрен перечень работ по благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры Белокурихи на 2022 год. Он включает сквер у санатория Алтайский замок, Теренкур, Старая мельница и пешеходную тропу, проходящую по склону горы от санатория Белокуриха до санатория Сибирь. Также в списке благоустройства прилегающих к курортной зоне лесов. Напомню, в текущем году размер курортного сбора составляет 50 рублей, что позволит пополнить фонд на 41 миллион рублей. В региональном Минприроды прокомментировали появление диких животных в частном секторе Рубцовска. Напомню, накануне жители коттеджного поселка обнаружили рысь у себя на заборе. Специалисты предполагают, что котенок остался без матери и вышел из леса в поисках пищи и новой среды обитания. За последнее время это уже третий подобный случай. В середине января рысь вышла к жителям Писка. Тогда животное поймали и отвезли в беджайший зоопарк. Еще одну дикую кошку обнаружили также в Рубцовске. В Министерстве природы предупреждают, зверь опасности для человека не представляет. Однако не нужно его прикармливать или пытаться поймать. Если дикая кошка оказалась на территории вашего дома, необходимо проинформировать об этом полицию и Минприроды края.